Андрей Колесников, Знание ЖАТО. ЦРУ заявили о спецоперации на Украине еще осенью 21-го. Рассмотрим, как работают прогнозисты ЦРУ и расскажу, как вы можете развить талант суперпрогнозирования. Кажется, сейчас весной 22-го невозможно никакое прогнозирование, но я постараюсь доказать, что умение правильно прогнозировать в текущей ситуации – одно из главнейших качеств, которые нужно и можно в себе развить. Работа разведки – говорить властям правду, а не то, что политики, временно находящиеся во власти, хотят услышать. После вторжения в 2003 году США в поисках оружия массового поражения ОМП перевернули Ирак вверх нормашками. Но ничего не нашли. Это был один из худших, если не худших провалов американской разведки в современной истории. Поставим себя на место людей, которые делали выводы в то время. А это означает пользоваться только той информацией, которая была у них. Той информации хватало, чтобы практически каждое крупное разведывательное агентство на планете подозревало с варьирующей степенью уверенности, что Саддам что-то прячет. Не потому, что кто-то обладал неопровержимыми доказательствами, а потому, что он вел себя как человек, который что-то прячет. Подмена, которая осуществляется в данном случае вопросом, было ли это хорошее решение, на вопрос, имело ли оно хороший результат, одновременно популярна и пагубна. Оценка разведывательного сообщества была одновременно обоснованной и неверной. В отношении иракского ОМП американская разведка пала жертвой завышенной самооценки. В результате она не просто ошиблась, она ошиблась в случае, по поводу которого заявила, что не может ошибаться. Последующий анализ продемонстрировал, что разведка никогда даже серьезно не допускала и мысли об ошибке. Самое поразительное, никто даже не высказал мнение, близкое к варианту, который мы сейчас считаем истиной. Разведка – огромная бюрократическая система, которая медленно реагирует даже на шок серьезнейших неудач. Возможно ли было предсказать победу Трампа на президентских выборах 16-го года? О развитии Карибского кризиса в начале 60-х. Как заглянуть в будущее и принять правильное решение, от которого зависит судьба миллионов? Проанализируем наиболее известные прогнозы и рассмотрим практические, эффективные способы мышления, которые помогают делать точные предсказания. Правильно расставлять приоритеты. Разбивать сложные проблемы на ряд мелких и вполне разрешаемых. Искать баланс между взглядом снаружи и изнутри проблем. Вот лишь несколько лайфхаков, которые научат вас прогнозировать будущее. Мы все делаем прогнозы, принимаем решения, исходя из предположений, что принесет нам будущее. Это и есть прогнозирование. Однако, когда происходят крупные события, обваливаются финансовые рынки, надвигаются войны, меняются лидеры, мы обращаемся к экспертам. Выбор эксперт определяется простой формулой. Статус эксперта умножен на сложность точного определения его предсказаний и умножить на значение его работ для мировой политики. И у кого больше всего баллов, тот и выиграл. Каждый день все мы принимаем важнейшие решения, основанные на прогнозах, качество которых нам неизвестно. Вот Билл Флэк, выдающийся прогнозист. Каждое его предсказание было датировано, задокументировано, проверено на точность независимыми научными обозревателями. Список его достижений впечатляет. Такие прогнозисты это супер прогнозисты. И тому есть надежные доказательства. И цель моего рассказа объяснить, почему эти люди так хороши в своем деле и как другие могут научиться тому же. Разумно полагаться на прогнозы Билла Флэка. И вполне вероятно, что в его роли смогут выступить многие слушатели моего рассказа. Ведь каждый может в себе развить талант прогнозирования. И мой рассказ покажет, как это сделать. Рассмотрим самое тщательное в научной литературе изучение суждения экспертов. И это была длительная и тщательная работа, занявшая 20 лет с 1984 по 2004. Наше желание узнать в будущее всегда будет сильнее наших способностей. Но что заглянуть в будущее возможно, по крайней мере в некоторых ситуациях и до определенной степени. И любой умный, трудолюбивый человек без предрассудков в состоянии себе культивировать необходимые для этого навыки. Сторонников такого подхода можно назвать скептик-оптимист. Одно дело посмотреть назад и прочертить причинно-следственную линию. Но в теории хаоса есть утверждение. В нелинейных системах, таких как атмосфера, даже маленькие изменения изначальных условий могут стремительно вырасти в огромные пропорции. Бабочка в Бразилии действительно может взмахнуть крыльями и вызвать торнадо в Техасе. В мире, где бабочка в Бразилии может заменить солнечный Техасский день на бушующий в городе торнадо, ошибочно считать, что кому-нибудь под силу заглянуть далеко в будущее. Но с другой стороны, наша реальность предсказуема. Предсказуемость и непредсказуемость сложным образом существуют в затейливо взаимопроникающих системах, которые образуют наши тела, наше общество, всю нашу Вселенную. Прогнозирование чего-либо зависит от того, что именно мы пытаемся предсказать. На какой отрезок времени и при каких обстоятельствах. Погоду предсказать нельзя. Можно только утверждать, что она предсказуема до определенной степени при определенных обстоятельствах. Прогнозы погоды на день-два вперед обычно точны. На неделю не очень. Метеорологи корректируют свои представления, как работает погода. Подправляют модели, которыми руководствуются. И пробуют снова. Прогноз, замер, исправление, повтор. Погода классическая иллюстрация нелинейности. Чем дальше прогнозист пытается заглянуть, тем больше у хаоса возможность взмахнуть крыльями бабочку и смести все ожидания. Но представление о текущих границах наших возможностей уже успех. Можно достичь невероятного прогресса, если задать ясную цель и найти меру, которая будет вести прогресс по направлению к этой цели. Исследование показало, дар предвидения существует на самом деле. Предсказание это результат определенного хода мысли, сбора информации, уплочнения своих представлений. Соответствующие мыслительные правички может выработать и культивировать себе любой человек. Разница между корифеями и покерами и дилетантами в том, что корифеи видят разницу между ставкой 60 к 40 и ставкой 40 к 60. Но мы убеждаем себя, что знаем то, о чем на самом деле понятия не имеем. Суть в том, как думает прогнозист. Непрактично заменять математикой старый добрый мыслительный процесс. Нам нужно будет объединить компьютерное прогнозирование с субъективными суждениями. Поэтому настало время отнестись серьезно и к тому, и к другому. Вплоть до совсем недавнего времени у больного человека, как правило, шансы выздороветь оказывались выше, если он не мог обратиться за медицинской помощью. Ибо безопаснее было дать болезнь не идти своим чередом, чем допускать вмешательство доктора. Описывая механизм человеческого мышления и принятия решения, современные психологи часто пользуются моделью, которая разделяет вселенную наших мыслей на две системы. Система 2 – прекрасная знакомая область сознательного, которая состоит из всего, на чем мы обычно сосредотачиваемся. Тест когнитивной рефлексии, SRT, Cognitive Reflection Test, показал, что большинство людей, даже самых умных, не очень склонны к размышлению. Мы привыкли полагаться на догадки и интуиции. Система 1 следует примитивной психологической логике. Если что-то ощущается как правильное, то так оно и есть. Иногда жизненно важны именно мгновенные суждения. Как сформировал Дэниел Канниман, система 1 создана, чтобы делать поспешные выводы из минимума данных. Для системы 1 автоматические установки так важны, что Канниман дал им громоздкое, но не запоминающееся название, чевтие. Что вижу, то есть. Чевтие. Побуждение к объяснению возникает завидной регулярностью. Скажем, каждый раз, когда мы слышим, что это вроде «Индекс должен» вырос сегодня на 95 пунктов из-за новостей о том, то зачастую даже быстрой элементарной проверки достаточно, чтобы выяснить, что новости, которые якобы повысили индекс, на самом деле повыряли значительно позже его поведение. Честнее было сказать, рынок сегодня вырос по любой из сотни разных причин или из-за их сочетания. Так что никто толком ничего не знает. Стремление объяснять все и вся почти всегда служит нам во благо. Это движущая сила попыток человека понять окружающую реальность. Проблема в том, что мы слишком быстро переходим от недоумения к неуверенности. Понятия не имею. К четкой уверенному выводу. О, это просто. Минуя промежуточную стадию. Это одно возможное объяснение, но есть и другие. Атаки Брейвика в 11-м году в Норвегии изначально приняли за теракты мусульман. Ученый назвал бы их правдоподобной гипотезой, но обращался бы этой гипотезой совершенно иначе. Ученые учат осторожность. Ученые знают, что нужно сначала дать слово альтернативным объяснениям. В науке лучшее доказательство правдивости той или иной гипотезы эксперимент, который устраивает с целью доказать, что она ложна, но не преуспевает в этом. Ключевой фактор в данном случае сомнение. Научная осмотрительность противоречит сути человеческой натуры. У людей есть природная склонность хвататься за первое подходящее объяснение и радостно собирать подтверждение его доказательств, не проверяя их на достоверность и пропуская факты, не укладывающиеся в теорию. Психологи называют такое поведение предвзятостью подтверждений. Частейший случай предвзятости подтверждения, пациент выздоравливает, значит мое лечение работает. Пациент умирает, это ничего не значит. Такой способ мысленного построения достоверной модели сложного мира очень плохо. Но он отлично удовлетворяет стремление мозга к упорядоченности. Заявление о полной уверенности в черном либо часто говорит лишь о том, что человек сочинил у себя в голове правдоподобную историю. Еще один ментальный процесс подмена свойств заманить и подменить. Если поставить перед человеком сложный вопрос, он часто бессознательно, незаметно подменяется более простым. Нужно ли беспокоиться из-за тени в зарослях? Сложный вопрос. На него невозможно ответить без дополнительной информации. Поэтому мы подсознательно его упрощаем на вопрос, легко ли вспомнить случай, когда из заросля на кого-то напал лев. Этот вопрос становится заменой оригинальным. И если на него дается утвердительный ответ, то и на первый вопрос ответ будет да. Что именно генерирует интуиция, заблуждение или озарение, зависит от того, насколько ценны сигналы в том мире, в котором человек работает. Чтобы их можно было бессознательно подменять и позже использовать полученные знания. Прогнозирование 21 века порой очень сильно смахивает на медицину 19 столетия. Практически нет того, что можно назвать наукой, а в итоге мы знаем гораздо меньше, чем могли бы. Плохое прогнозирование незаметно подталкивает нас к неудачным решениям и вытекающим из них последствиям. Включая финансовые потери, упущенные возможности, бессмысленные страдания, войны, смерть. К счастью, у врачей теперь есть от этого лекарства. Столовая ложка сомнений. Когда врачи стали наконец сомневаться в себе, они переключились на испытания методом случайной выборки, чтобы научным образом выяснить, какое лечение работает. Оценить прогнозы гораздо сложнее, чем предполагают. Так в марте 1985 поезд истории сделал резкий поворот, а на таких поворотах интеллектуалы часто в вагоны не удерживаются и вылетают наружу. К генсекам КПСС Политбюро назначили 55-летнего Михаила Горбачева. Горбачев постарался нормализовать отношения с США и прекратить гонку выражений. Такой поворот событий мало кто предвидел. Однако прошло совсем мало времени и большинство тех, кто ничего подобного не ожидал, почувствовали полную уверенность в том, что они точно знают, как причину, по которой это произошло, так и то, что произойдет дальше. Для либералов все было предельно ясно. Консерваторам объяснение тоже казалось очевидным. Что бы ни случилось, эксперты легко забыли бы все свои неудачные прогнозы и нарисовали бы арку истории, которая демонстрировала бы, что они с самого начала ожидали такого развития события. А ведь миру только что открыли огромный сюрприз, влекущие с собой важные последствия. Если он и не зародил ни в ком даже тени сомнений, то что же тогда могло это сделать? Точность прогнозов политических экспертов никто никогда не подвергал серьезной проверке. Оценивание это то, что вы делаете, когда ничего не знаете. Прогнозирование это оценивание вероятности того, что что-то произойдет. Самый громкий провал ЦРУ относится, наверное, к 1962 году, когда в опубликованной ими оценке обстановки утверждалось, что Советский Союз не может совершать такую глупость, как размещение наступательных ракет на Кубе, в то время как это уже было сделано. Но по большей части прогнозы очень ценились, потому что поддерживали высокие стандарты аналитической скрупулезности. В 1961 году, когда ЦРУ планировало свергнуть правительство Кастро, высадив небольшую армию кубинских иммигрантов в заливе свиней, президент Кеннеди обратился к военным с просьбой дать непредвзятую оценку. Комитет начальников штабов заключил, что план имеет неплохой шанс на успех. Человек, который использовал слово «неплохой шанс», позже уточнил, что он умер в виду вероятность 3 к 1 против успеха. Но Кеннеди не сообщили, что именно имелось в виду под «неплохим шансом». Так что он не без оснований воспринял этот прогноз как гораздо более оптимистический. Если бы в ЦРУ сказали «мы считаем, что операция провалится с вероятностью 3 к 1», Кеннеди отменил бы ее. Но безусловно, это заставило бы его гораздо более тщательно подумать, прежде чем дать приказ на высадку обернувшуюся катастрофу. Аналитики должны были по возможности каждый раз сужать границы своих оценок. Чтобы избежать при этом путаницы, за каждым термином, который они использовали, установили численное выражение. Так, 93 плюс-минус 6 процентов, то есть 87-99 процентов точных. 75 процентов почти наверняка. 46 процентов шансы примерно равны. 20-40, вероятно, нет. 7 процентов почти наверняка нет. Если говорят, что нечто вероятно, значит, это нечто случится с вероятностью от 63 до 87 процентов. Такая схема Кента значительно снизила вероятность путаниц. Когда прогнозисты вынуждены аберрировать числами, им приходится тщательно обдумывать свое мнение, прежде чем озвучить его. Этот процесс называется метапознанием. Практикующие в нем прогнозисты начинают лучше видеть тонкую разницу между разными степенями неопределенности. Так же, как художниками со времени лучше различают мельчайшие оттенки серого. Но люди предпочитают гибкие формулировки точным цифрам. Только после провала с предполагаемым оружием массового поражения Саддама Хусейна и последующим за ним крупных реформ, выражение степени вероятности в числах стало более приемлемым. А в прогнозах погоды небольшая вероятность ливня уступила место 30% вероятности ливня. Но, увы, язык неопределенности до сих пор мало распространен, и мы редко замечаем его бессодержательность. В прогнозах нужно указывать четко определенные термины и временные рамы. Они должны использовать числа. Еще один необходимый момент. Прогнозов должно быть много. Все прогнозы можно свести в таблицу и определить кривую показателей. Если прогнозирование идеально, а дочь, например, будет идти в 70% случаев, когда предсказывается вероятность 70%, что он падет. Это называется калибровка. Она может быть изображена в виде простого графика. Идеальную калибровку выражает диагональная линия на графике. Есть два вида нарушений калибровки. Недостаток уверенности и избыток уверенности. Из-за того, что для калибровки требуется много прогнозов, оценивать те события, которые касаются редких событий, непрактично. Прогноз может быть хорошо откалиброванным, но трусливым. И хорошо откаблированным и смелым. Основная суть наших знаний, наших занятий – определение возможности оценить точность предсказания, чтобы понять, что в прогнозировании работает, а что нет. Дар предвидения имеется. Основной фактор дара предвидения – то, как думает суперпрогнозист. Толпе свойственно опираться на большие идеи. Хотя большие группы и не сходятся во мнениях по поводу того, какая из больших идей правдива, а какие ложные. Одни хоронят человечество вместе с окружающей средой, говоря, что у нас заканчиваются все ресурсы. Другие празднуют наступление эру изобилия, говоря, что мы всему можем найти малозатратные заменители. Всех проигравших экспертов объединяет крайняя идеологизированность мышления. Они пытаются уместить комплексные проблемы в облюбованные ими причинно-следственные шаблоны. А все, что не помещается, отбрасывают как помехи. А вот выигравшая группа экспертов состояла из более прагматичных экспертов, которые пользовались множеством аналитических инструментов. Выбор которых зависел от конкретной проблемы, с которой они сталкивались. Эти эксперты собирали как можно больше информации из как можно большего количества источников. При обдумывании проблемы они часто переключали мыслительные механизмы, пересыпая свою речь такими переходными знаками, как «однако», «но», «хотя», «с другой стороны». Они говорили не об уверенности, а о возможностях и вероятности. И хотя никто не любит объяснять «я был неправ», эти эксперты с большей готовностью признавали свои ошибки и меняли мнение. Есть замечательная метафора. Лиса знает много разного. А еж одно, но важное. Назовем экспертов больших идей ежами, а более эклектичных – лисами. И прогнозисты лисы превзошли ежей. Лисы превзошли ежей и в калибровке, и в разрешении. У лис был дар предвидений. У ежей не было. При этом ежи более резкие и решительные, чем уклончивые лисы. Как ежи умудрились выдать результаты, которые казались слегка хуже произвольного угадывания? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте познакомимся с типичным ежом. Это Ларри Кудлов. Бывший ведущий делового ток-шоу на СНБС и широко публикуемый эксперт начинал еще как экономист в администрации Рейгана. Большая идея Кудлова – это экономика с приоритетом предложения. В декабре 2007-го, через несколько месяцев после первых признаков финансового кризиса, когда экономика шаталась вовсю, и многие обозреватели обеспокоили, что вот-вот наступит спад, если уже не наступил, Кудлов был настроен оптимистически. «Нет никакого спада», – писал он. «На самом деле, мы вот-вот вступим в седьмой год бума в уши». Национальное бюро экономических исследований позже объявило в декабре 2007-го годом официальным стартом Великой рецессии 2007-2009. «В течение весны и лета экономическое состояние все ухудшалось, но Кудлов это отрицал». Кризис только у нас в голове, на самом деле его нет. Писал он и продолжал повторять это вплоть до 15-го сентября, когда обанкротился Лерман Бразерс, а Уолл-стрит погрузился в хаос. Как Кудлов мог столь последовательно ошибаться? Вспомним, да, Йоши знает одно, но важное – большую идею. И использует ее снова и снова, когда пытается предсказать, что случится дальше. Можно сравнить большую идею с парой очков, которые ежи никогда не снимают и все видят через них. Но это не просто очки, это очки с зелеными линзами, как те, что носили посетители изумрудного города в волшебной стране ОСС. Очки с зелеными линзами искажают реальность. Куда ни посмотришь, везде видишь зеленое, правда или нет. А очень часто это неправда. Так что большая идея ежа не улучшает его предсказательного дара, она его искажает. И большое количество информации не помогает, ведь она все видит через те же самые очки с зелеными линзами. Это может увеличить уверенность ежа, но не его точность. Плохое сочетание, как ни посмотри. Американская экономика, специализация Ларри Кудрова, но в 2008, когда все яснее становилось, что она столкнулась с проблемой, Кудров не видел то, что видели другие. Он просто не мог. Для него все было зеленым. Водушевленные своими большими идеями, ежи рассказывают простые, яркие, четкие истории, которые захватывают и удерживают аудиторию. Поэтому первое правило поведения на публике изъяснить просто, примитивно. И что еще лучше для выступления, ежи уверены в себе. Ежи скорее скажут, что какое-то событие определенно произойдет. Или не произойдет, что удовлетворяет большую часть публики. Люди обычно тревожатся, сталкиваясь с неопределенностью. А может быть, подчеркивают эту неопределенность жирным красным карандашом. Простота и уверенность ежей портят способность к предвидению. Зато успокаивают нервы. Что может быть хорошо для карьерного роста. Так, в 1906 году на деревенской ярмарке люди по виду животного быка угадывали, какой у него будет вес после того, как его забьют. Их средний вариант, то есть коллективное суждение, было 1197 фунтов, а на 1 фунт меньше, чем оказалась действительность. Это была самая ранняя демонстрация феномена мудрость толпы. Агрегация суждения многих людей по точности постоянно превышает точность суждения среднестатистического члена групп. И зачастую оказывается такое же невероятно предсказательное, как в случае с определением веса быка. Однако коллективное суждение не всегда более точно, чем индивидуально. Полезная информация часто широко распространяется. И там, где у одного человека имеется ее обрывок, другой обладает более важным кусочком. Третий еще несколькими так далее. Когда люди угадывают вес быка, они ретранслировали имеющуюся у них информацию в цифры. Мясник, смотревший на быка, передал информацию, имеющуюся у него благодаря тренировке и опыту. Человек, регулярно покупавший в лавке мясо, добавил свою информацию. То же самое сделал человек, который помнил, сколько весил бык на прошлой ярмарке. Таким образом, все и сложилось. Сотни людей вложили полезные данные и вместе создали фонд информации, гораздо более ценной, чем обладал каждый из них. Накопление ценной информации и обнуление ошибок дали итоговый результат, оказавшийся потрясающим точностью. Эффективность агрегации прогноза зависит от того, что именно вы объединяете. Агрегация суждений людей, которые знают много о многих разных вещах, более эффективна, потому что общий фонд информации становится намного больше. А теперь посмотрим, как подходит прогнозирование лисы. Они используют не одну аналитическую идею, а множество. И ищут информацию не в одном источнике, а во многих. Все это они затем синтезируют в один вывод. Другими словами, лисы совершают агрегацию. В теории количество ресурсов безграничное, поэтому лучшая метафора для этого процесса зрение стрекозы. Их органы зрения представляют собой огромную выпуклую сферу, поверхность которой покрыта крошечными линзами. В англом глазе может находиться до 30 тысяч таких линз, и каждая из них занимает свое место, слегка отличающееся от того, что занимают соседние линзы. Таким образом, каждая линза обладает неповторимым углом зрения. Информация от этих тысячи уникальных ракурсов поступает в мост стрекозы, где преобразуется в такое потрясающее зрение, что стрекоза одновременно видит практически во всех направлениях. Лиса с выпуклыми глазами стрекозы. Это уродливая метафора, но это ключевая причина, по которой предвидение лис лучше предвидения ежей с их зелеными очками. Лисы агрегируют ракурс. В покере крайне важно уметь взглянуть на игру глазами соперника. Те, кто хорошо умеет встать на место других, могут в покере заработать много денег. Психологи выделяют фундаментальную ошибку атрибуции. Мы прекрасно знаем, что некоторые факторы, такие как бессонница, могут влиять на наше поведение. И мы справедливо относим наше поведение к этим факторам, но регулярно не делаем такое же допущение относительно других людей. А вместо этого считаем, что их поведение отражает их сущность. Но посмотрите на вещи извне, с точки зрения других людей, очень сложно. Но лисы скорее попробуют это сделать. Модель лис ежей не гетохомии, это спектр. Мы также можем приложить усилия и переключить рычаги с одного режима на другой. Модели нужны для упрощения, поэтому даже лучшие из них не идеальны. Но они необходимы. Наше сознание полно моделей. Без них мы не можем функционировать. Способность к предвидению существует. И главным фактором успеха оказался стиль мышления. И в следующем видео я расскажу, как его стиль разработать и улучшить. Под видео вы найдете ссылку на мои каналы. Подписывайтесь на другие каналы. Есть шанс, что YouTube ограничит. Также оставляйте свои комментарии. До новых встреч.